Содержание самого текста. Во второй части, в основном содержании трактата, три пункта. Первый – объяснение аспекта сознания. Второй – объяснение аспекта изначального сознания. И третий – итоговое краткое описание содержания. Начинаем с первого пункта – объяснение аспекта сознания. В первом из пунктов рассматриваются четыре темы. А именно. Первое. Объяснение того, что сам ум является корнем как заблуждения, так и отсутствия заблуждения. Второе. Доказательство того, что проявление – это ум. Третье. Демонстрация того, что ум не рожден. Четвертое. Объяснение восьми видов сознания. Собрание причин и условий заблуждения. Так мы начинаем с первой темы. Объяснение того, что сам ум является корнем как заблуждений, так и отсутствия заблуждений. В рамках первой темы рассматривается три вопроса. Первый. Ложные представления других. Второй. Каковы учения победителя. И третье. Как осознав сам, Кармаапа показывает это другим. Так. Ложные представления других. Кармаапа говорит. Другие считают, что три мира и все существа возникли или из себя, или из другого, или из себя, из другого, или без причин. Говорят, что я и вселенную создают, как такие творцы, как милость, ишвара, брахма, индра. Атомы или скрытая субстанция, являющаяся истинными. Категорией сознания охватываются чувствующие существа, природой которых является заблуждение. Это уже идет комментарий. Что же касается того, как все существа самсары появлялись из этих или иных причин в трех мирах, в мире желания, формы и без формы, то существует следующее мнение. Незревая публика, не обремененная какими-либо философскими догмами, не способная исследовать этот вопрос, не имеет какого-либо суждения о причине мира. Тирхики, придерживающиеся той или иной философской системы, ложным образом понимают причины и условия осигновения мира и существ. Буддисты, слушатели, имеют лишь частичное понимание и не постигают смысла реальности в точности, как есть. А именно того, что проявление – это ум. Ум – это пустота, а также того, как, собственно, пустота проявляется во взаимозависимом возникновении. И потому они приписывают много лишнего или же пренебрегают многим истинным. Представители школы Самке утверждают, что так называемая первопричина, в которой три качества – счастье, страдание и безразличие или активность, тьма, свет – находятся в равновесии, имеют пять характеристик. Она постоянно, едино, нематериально, скрыта и имеет беспрепятственную силу воплощаться в виде иллюзорных проявлений. Благодаря им у этой главной причины существует результат. Ее происходящее видоизменяется. Прошу прощения, ее происходящее видоизменение. Поэтому они говорят о возникновении из самого себя. Ишвариты утверждают, что так называемый Ишвара обладает восемью характеристиками. Он един, постоянен, динамичен, является богом, является объектом поклонения, чист, является творцом и самодостаточен, независим не от чего-то. И поскольку он единственный существует как причина всего сущего, внешнего и внутреннего, то они говорят о возникновении результата из отличной от него другой причины. Вайшнавы и другие утверждают, что все, что есть, все, что есть сущее снаружи и внутри, возникает благодаря одновременно двум силам. Самости, обладающей пятью характеристиками и отличному от нее творцу. Материалисты. Материалисты утверждают, что мир, вместилище и все его содержимое возникли естественно, безо всякой причины. Как сказано у них, то, что солнце восходит, вода течет вниз, горошина кругла, шип вытянутый остр, быстрота павлина прекрасна, все это никем не сделано, но возникло само собой. Говоря такое, они напрочь отвергают даже очевидную непосредственно воспринимаемого мира, даже очевидность непосредственно воспринимаемого мира, а потому из всех различных философских позиций их позиция наихудшая. Также, что касается утверждения Творца, то и в Тибете делались утверждения, будто весь мир, вместилище, все чувствующие существа, его содержимое, все хорошее и плохое было создано так называемым милостивым гампой. Тиртхики говорят, будто все это создано Брахмой, Ишварой или Индрой, и они же говорят «я» и мир. Все эти заявления являются лишь следствием заблуждения, ложными представлениями и идеями, и потому их следует полностью отмести. Далее, среди четырех буддийских философских позиций, первая – школа Вайбха-Шикан. Относящаяся к традиции шароваков, слушателей, утверждает следующее. Данные нам восприятия, видимые в качестве внешних объектов, предметы, не истинны. Тогда как абсолютно истинный объект, недоступный в сфере деятельности органов чувств – это некая субстанция, атом, который не имеет частей. Внутреннее познающее – это атом ума, момент, не имеющий частей. Причем прошедший момент атома не может создать другую вещь. Что же касается первого, другие вещи сделать этот внешний атом не могут, и разум не способен познать атом ума. По этой причине они постоянны. Когда атомы собираются вместе, то они образуют составную частицу, обманчивую вещь, существующую как объект для сознания органа. В данном случае для сознания органа чувств. Определяющей характеристикой которой является непостоянство. Так существует эта вещь, данная нам восприятием. Конец цитаты. Тем самым вайбхашики утверждают истинность неделимых частиц внешних объектов. Зрительные формы, звука, запаха, вкуса, осязаемого и умозрительных явлений. Различающая мудрость делит атомы и вещества либо на шесть, либо на девять сторон. Тогда как атом ума делится на три времени. Но из этого следует, что их существование не обоснованно, а стало быть, предшествующее утверждение неприемлемо. Если же атомы не имеют частей, то из них невозможно образование крупных вещей. Второе утверждение делает школа саунтантрики, также принадлежащей к традиции шравайков. Шраваков, прошу прощения. Эти конкретные внешние объекты, такие как зрительные формы и так далее, являются ложными. Поэтому непосредственно для сознания сами объекты не проявляются. Однако, когда орган чувств и объект встречаются, проявляется образ объекта, словно дорожка из пепла вместо сгоревших благовоний. «Объект, который проецирует в сознании образ внешнего объекта, это конкретная вещь со свойственными ей характеристиками, истинно существующая как скрытая или же спрятанная субстанция. И потому именно она порождает самость, а именно личность внутри, а также три сферы существования и объекта явления внешнего мира». Конец цитаты. Но это утверждение, опять же, неприемлемо. Если это скрытое является уму, то оно не скрытое. А если не проявляется, то оказывается не способна проецировать свой аспект образ. Спасибо.